И всем привет, ребят! С вами Старбаник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами поговорим о корпусе Паладин, о его изменениях. Покатаем на нём, возможно, два боя, если у нас будет первый бой с досрочкой. Если первый без досрочки, то, может, даже одну каточку мы с вами сегодня скатаем. Ну и подведём промежуточные итоги обновления данного замечательного корпуса. Его занерфили, и я думаю, что это не последний нерв, потому что после этого нерфа, как по мне, он до сих пор находится в очень и очень хорошем балансе. Если вкратце, всё, что с ним сделали, это то, что овердрайв набивался раньше за 270 секунд, теперь он набивается за 360 секунд. То есть, по сути, на полторы минуты дольше копится сам овердрайв. Но для кого-то, может быть, это стало весомой причиной не одевать этот корпус, но я спустя 3 дня игры на нём, на новом обновлённом корпусе, могу сказать, что, по сути, ничего особо и не заметно. Как будто он так же сам окупится 270 секунд, как будто всё так же просто набивать его, и всё так же жёстко, эффективно можно использовать его овердрайв. Всё ли это так? Так, посмотрим сейчас ещё в двух боях. В рамках данного видеоролика всё-таки мои стримерские данные – это одно. Быть может, сейчас на видосе этот корпус покажет себя как-то по-другому, и у нас тут ничего не получится и не пойдёт. По удобности также я скажу, что корпус является той самой машиной, которой довольно просто и комфортно управлять, если вы играете на мышке. Если вы не играете на мышке, то, может быть, у вас есть какие-то проблемы. Да, занерфили также корпус за счёт того, что теперь на нём не так просто летать, и на боковых стрейфах можно минусануться. Но это всё дело привычки, да. Как я и говорил, когда только вышло это обновление, что со временем к этому всему можно привыкнуть. На бой меня, конечно, печальный закинуло, если честно. Я не знаю, что мы здесь сейчас будем делать вместе с вами. Мы летим 0.2 на бойне, при этом у нас команда играет максимально пассивно, и больше выглядит это всё на то, что мы, скорее всего, не потянем эту замечательную катку. И то, что я не смогу её уже полноценно камбэкнуть. Ну, попробуем, конечно, но шансов будет не так много. Возможно, даже стоит поменять пушку и одеть, например, какого-нибудь страйкера или гауса. Всё-таки фриз для бойни это не самая лучшая пушка. Но будем сейчас стараться, пробую всё равно выигрывать, конечно же. Но и к чему же я всё это веду? Я веду всё это, конечно же, к тому, весь этот разговор о паладине, о том, что его нужно продолжать нерфить. Продолжать нерфить, то есть сделать дольше накопление овердрайва это хорошо, но сейчас самый главный параметр, который есть у этого корпуса, это время работы овердрайва. Не время накопления овердрайва, а время непосредственно работы этого самого овердрайва. И я считаю, что если эти 20 секунд превратить в условные 10, а лучше даже в 7, то будет всё совсем по-другому. Его актуальность начнёт сразу же резко падать. И использовать этот корпус начнут в матчмейкинге значительно реже. И это тот самый момент, который заставит игроков менять, искать какую-то альтернативу этому корпусу. И, соответственно, этот корпус потихонечку будет выходить из супер-меты. Прямо реально супер-меты. Сейчас единственный корпус, который может хоть как-то конкурировать с паладином, это корпус с мамонт. И то, мамонт, он, ну, знаете как, типа, с одной стороны он конкурирует, да, а с другой стороны, если у вас пачка паладинов против, то вы на этом мамонте там тоже будет очень-очень тяжело что-либо сделать. Да, то есть ситуация будет уже совсем-совсем другим образом у вас происходить. Ну, а тем временем в катке мы вообще улетаем уже 4-0. Против какой-то хоппера летает тут бешеный, увозит флаг за флагом. Было бы неплохо нам тоже какой-нибудь флажочек здесь увести. Противник, конечно, максимально пассивно играет. Очередная шикарнейшая сводка на страйкере соглушения. Безумно мне нравится это устройство и то, что с ним можно сделать. Так, ну давайте все равно пробовать что-то сделать в этой каточке. Не хотелось бы мне в рамках видеоролика, знаете, как там бои перепикивать, еще что-то в этом духе. Нужно показывать матчмейкинг, какой он есть на самом деле. А не выбирать из него какие-то лучшие бои, хуже бои. Там или еще что-то в этом духе. Вот, видите, сразу молодой человек пишет, что я без группы нуб-нубом. Ничего я сделать не могу. Ну, конечно, не могу. Как я могу тут что-то сделать? Меня он бы нагибает любой проходящий. А как вы хотели? Вы хотели, чтобы человек, который взял краску на замене, мог что-то сделать в бою? Я думаю, что нет. Конечно же, он ничего не может сделать. Ну, команда у них неплохая. Давайте пробовать все равно. Пробовать увозить. На килы играть здесь я смысла вообще не вижу никакого. Поэтому лучше мы сейчас попробуем краем здесь зайти. И, быть может, получится у нас как-то увезти этот флаг. Противник, к слову, тоже увозит. Ох, мне шафт хорошую такую плюшечку дает. Контентовую. А, так этот шафт, походу, и писал, да, в чате? Он же писал. А, да, я супер-мега-крутой игрок на шафте. Ну, что поделаешь. Он сильный, я-то что? Я-то близко не стою с такими профессиональными шафтоводами в нашей игре. С катаем, я думаю, что сейчас еще после этого боя регби. Да, в регби на паладина, я думаю, что даже можно будет посмотреть еще лучше. Ну, и регби, вне зависимости от карты, даже если на дюсик нас закинет. Там, ну, и вне зависимости от команды, там все равно можно будет показать хороший результат. Здесь, конечно, вот видите, при таком пике, когда тебя допикивают на 0-2, ну, габельно, габельно. Тяжело что-то сделать. И на чем бы ты тут не играл, на каком бы вооружении бы ты тут не старался, если у тебя команда заведомо слабее противника, уже крайне-крайне тяжело что-либо сделать в таком бою. Блин, еще рисок какой-то очень жестко. Сколько она мне дамага дала? Рамус, рамус, что за устройство у него? У него простая эми, эми рельса. Офигеть, что у нас такое урона нанесло? Урона нанесло столько, как будто я не знаю. Как будто он мне с дестабилизацией сунул такую плюшку жесткую. Вообще бесшансовая залетела. Так, ну что, противник тут уже близок к досрочке. А я близок ли к увозу? Близок ли я к увозу? Пробуем прожимать овердрайв. Нет, не близок я к увозу, без шансов. Просто без шансовая, к сожалению. Каточка. Ну, что поделаешь. Бывает и такое. Бывает в жизни огорчение. Молодой человек против. Очень сильно радуется своей победе. Молодец. Агибатор. Жесткий. Жесткий типочек. Так, ну пробуем что-то накидывать еще. Дополнительно. Ну и, кстати, самый еще дополнительный важный факт и аспект игры на паладине это то, что вам нужно концентрировать свое внимание на овердрайве дроповом. От этого дропового овердрайва в моменте может зависеть судьба карты определенной даже. Да, я бы так сказал. Флага-то это 100%, там меча 100%, моменты игрового 100%, а быть может даже и целые игры. Да, то есть целая игра может зарешать просто рандомный центральный овердрайв. За счет того, что овер копится дольше. Ну если, конечно, там доставлять флаги, доставлять мечи, у тебя и так будет все получаться очень хорошо. Но в моменте просто у вас будет намного-намного больше шансов на увоз флага, на доставку меча, да, если вы будете грамотно контролить центральный овердрайв. Если у вас этого контроля не будет, ну в моменте будет, конечно же, тяжелее. Конечно же, тяжелее. Поэтому сейчас важность контроля центрального овердрайва становится, конечно же, конечно же, больше. Да, то есть до этого обновления и до увеличения вот в эти полторы минуты вы могли не контролить овердрайв. И при этом накопление вашего овердрайва было бы не такое долгое. Сейчас же уже лучше всегда обращать внимание на дроповый овердрайв. Так, ну первую катку у нас раскатали просто в нулину. Теперь время показать что-то интересное в режиме регби. Очень сейчас надеюсь на то, что нас закинет на какую-нибудь адекватную карту и желательно, чтобы она была с нуля. А то если запикает опять в карту, в которую мы уже изначально 0-2 летим и шансов 0, ну будет что-то тяжело показать. Все-таки хотелось бы показать, на что способен этот замечательный корпус. 30 секунд уже ищет, довольно мало боев, хотя по сути время у нас уже такое ближе к вечеру. У нас уже должно быть хорошее количество боев в матчмейкинге, при том, что я пикаю без группы, я пикаю соло. Как-то странно. Долго ищет у нас катку. Долго-долго. Но пробуем, пробуем. Пробуем запикиваться. Пробуем. Ух, какая шикарнейшая карта. Баба-Русь, как давно я на ней не играл. Тем более в режиме регби. Нифига себе, первый мяч красиво падает. Сразу же быстренько доставочку оформляем. И, кстати, вот сейчас мы быстро посмотрим, как копится овердрайв. Как копится овердрайв на паладине. За доставку мне 30% дали. За килл дополнительно вроде как 6. Да, дали. 38, 39. Не успел я забрать. Но сейчас посмотрим, что у нас будет. Сколько вообще овердрайвов я успею прожать за одну катку. Но это должен быть довольно простой бой. Без особых проблем мы вместе с вами должны его выигрывать. Здесь, к слову, можно даже, наверное, поменять пушку. А, и еще. Еще. Один очень важный момент. Паладин. Он очень универсальный под любую практически пушку в нашей игре. Да, то есть на нем очень комфортно играть. Как на ближней бойке, как на пушке средней дальности, так и на дальнобойных пушках. За счет того, что у вас в игре есть сейчас возможность приобрести дрон лавкач, у вас сразу же все ближние бойные пушки открываются сходу. Да, то есть вы на них комфортно максимально можете чувствовать. Плюс еще есть, если у вас есть кризис, так там с какой-нибудь Теслой или Шафтом тоже можно очень грамотно и качественно играть. Ну, а средней дальности пушки и дальнобойные, да, там по типу Гаусса, Магнума, они все отлично работают и на бустере. То есть здесь еще и очень сильно работает универсальность этого корпуса. Мы уже 3.0, к слову, ведем. Викинг противника прожимает овердрайв. Не знаю, что, как бы лучше бы здесь было поступить. Наверное, можно было не прыгать, а попробовать за стенку заныкаться. Я поторопился, думал, что все равно будет шанс на доставку. Но, к сожалению, там уже было без шансов. Было бы неплохо, наверное, сейчас прожимать здесь овердрайв. Да, и пробовать оформлять четвертую доставочку. Это будет четвертая доставочка за 2,5 минуты. Фреза, кстати, я взял с адреналином. В последнее время этот фрез тоже очень-очень хорошие результаты показывает. Понятное дело, что если бы у меня был бы фриз с подавлением, то я бы играл бы на фрезе с подавлением. Но так как я такого фреза в своем гараже и арсенале не имею, то играем на том, что у нас есть. А есть у нас фриз с адреналинчиком. Так, шарик меня убьет? Нет, не убивает. Но все равно далеко я не доезжаю. 425 очков у меня, у второго 90. Ну, в принципе, дефолтная матчмейкинговая катка, да? Согласитесь вы со мной? Вот так вот оно все и работает. Так, быстренько мамонта схаваем. Без ддшки, просто без ддшки. Я ему по 400 в тик давал с крита. С ддшкой это получается почти по 800, да? Ой-ой-ой, по бездашному. Так вообще, какой урон сочнейший летит. Сколько здесь скрита можно дать? 500. 500, ну хороший, хороший урончик. Очень здравый урон. Вот, падает еще центральный овердрайв. Один свой я уже реализовал. И 65% у меня еще есть сверху. То есть, по сути, я сейчас, если сделаю еще одну доставку, то у меня будет уже второй овердрайв. Раньше, ну, наверное, у вас на один овердрайв мог накопиться больше. Хотя и то, это спорно, потому что по большей части проценты я получаю за доставки и за киллы. Но не суть важна, два овердрайва есть. И этого вполне достаточно, чтобы просто доставить, ну, вот как минимум, два мяча. Да, то есть, если бы, например, здесь у противника было бы сопротивление хорошее, и я бы играл бы, например, от овердрайва до овердрайва, да, и старался бы именно только на овердрайвах выпушивать зоны и доставлять, да, ну, если бы, например, противник бы жестко дефил, то я бы за это время сумел бы доставить, получается, два, может быть, три мяча, да, то есть, если считать еще тот первый, который летит первый, в соло таких катках доставлять тоже очень просто. Ну, вот вам и результат, как бы, да, обычной дефолтной матчмейкинговой катки, где ты заходишь, у тебя примерно такая же команда, как и у противника, и где ты просто используешь замечательный корпус паладина. Но, как вы видели, первый бой бывают такие катки, где, ну, на чем бы вы ни играли, сделать что-либо одному в соло очень и очень сложно. А здесь, ну, все вот так вот, буквально там за 4 минут 5, наверное, мы прокатали, и 3000 кристаллов, 760 очков заработали, очень хорошая катка по итогу у нас получилась. Поэтому, мой вердикт таков, паладин занерфили, это хорошо, но его нужно продолжать нерфить. И следующий нерв, как по мне, должен быть связан с уменьшением работы овердрайва данного корпуса. 20 секунд это очень много, прям нереально много. Это на средней карте можно овердрайв со своего респа прожать, если вы играете там на ловкаче, на кризисе, со своего респа прожали овердрайв, доехали до вражеского спауна, например, это CTF, взяли флаг и практически доехали до своей базы. То есть, какого не должно быть. То есть, должен быть вес овердрайва, чтобы игрок его ценил и мог реализовать только в том случае, если он будет грамотно им пользоваться. А не то, что чел просто с респа прожал овер, и за счет того, что у него работает он настолько долго, с респа доехал до вражеской базы, взял флаг, там нагнул, увез, доставил, да, и у него только тогда пропадает овердрайв. Такого, как по мне, быть не должно. Если будет маленькое количество времени работы овердрайва, игроков, которые смогут грамотно его реализовать, во-первых, станет намного меньше, ну и во-вторых, если игроков станет меньше, которые смогут его реализовать, то и актуальность корпуса начнет снижаться, и игроки начнут искать замену. У нас начнется нормальный, ровный баланс между корпусами. Пока что паладин на голову, если не на 2 или не на 3, выше любого другого корпуса в игре. Пишите, что вы думаете по паладину, пишите, согласны ли вы с моей точки зрения, поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!